Здравствуйте! Мы сейчас стоим у знакомой уже многим яблоньки. Почему знакомой? Потому что в одном из наших видео Рома уже показывал цветение этой яблони. Сорт этой яблони Royal Beauty. Это райская яблонька. Она краснолистная, особенно вот весной, первой половине лета очень красные листья. Очень красивые цветы. А сейчас вот такой урожай. Посмотрите, масса вот таких вот красивых яблочек. И кстати эти яблочки не только декоративные, их можно использовать прекрасные в кулинарии. Мы с Ромой показывали уже рецепт, как мы запекали карпа с такими вот именно яблочками и еще сайвой. Такое очень красивое дерево. Она плакучая и поэтому очень смотрится декоративно. если ее посадить как отдельно стоящее дерево или даже как здесь. Очень интересное растение, очень интересная яблонька. Она поздняя, осенняя. Созревает она в октябре. А если мы яблочки не соберем, то они могут провисеть и зимой. И если мы не соберем эти яблоки, листья осыпятся, то она и зимой на снегу эти яблоки будут смотреться очень красиво. Мы стоим около волшебного дерева. Это райская яблоня Royal Beauty. Или по-русски это будет звучать королева красоты. Красные цветы, красные листья сохраняют свой цвет практически до середины лета и и потом каждый цветочек превращается в маленькие яблочки. Размером с вишню на длинной плодоножке. Зачастую люди, которые приезжают к нам в питомник, спрашивают, что это такое осенняя вишня. Однако, это одна из самых красивых райских яблонь. Краснолистная, красноцветная, плакучая. Высота зависит от высоты прививки. Она прививается на культурную яблоню. Можно прививать, конечно, на дикую или на любую культурную, которая устойчива к морозам, которая устойчива к грибным болезням, особенно к раку, чтобы ствол ее был устойчив к температурным перепадам, чтобы не было никаких солнечных ожогов. Теперь этой яблоне уже 7 лет. Веточки у нее длинные, достают земли и единственный уход за ней это обрезка достигших до земли веточек. Здесь, видите, было обрезано на внешнюю почку и уже этого года прирост, достиг 15 сантиметров. Само название Royal Beauty, королева красоты, говорит сам за себя. Нет красивее, нету краше. Можно сравнить с красивой женщиной, с длинными волосами до самой земли. Прекрасное цветение и, конечно, форма. Конечно, большинство видели райскую яблоню с натуральной кроней. Это сорт Profusion и теперь самое красивое цветение. Но габариты ее будут расти, расти, увеличиваться и увеличиваться. Здесь, конечно, подвой среднерослый и она где-то достигнет 3 метров высоты. А теперь идемте и посмотрим, как выглядят саженцы. Что может приобрести клиент в нашем питомнике? Вот так выглядит саженец плакучей яблони Royal Beauty. Чтобы вырастить такой саженец, надо 5 лет. Посадить ее, конечно, нужно в красивейшем месте. Встает вопрос, что делать с этими яблочками. Яблоки созревают в середине октября, потом становятся мягкими и вы их съедаете, как вишни без косточек. Если вы этого не сделаете, прилетят птицы и к Новому году практически их не останется. Но дело не в этом. И весной дерево очень красивое, и летом своей формой, и цветом листьев, и осенью, когда оно украшено плодами. Теперь такому дереву нужен красивый кол. Это может быть прочный бамбук. Привязать в 2-3 местах, чтобы сохранить идеально ровным ствол дерева. Высоту дерева определяет высота прививки. Если вы привьете ниже, то веточки намного быстрее достигнут земли, и, конечно, красоты такой уже не будет. Здесь высота примерно 2 метра 30 сантиметров. Что ж, желаю вам, чтобы королева красоты поскорее оказалась в вашем саду, а не стояла в нашем питомнике. Конечно, придет следующая весна, опять деревья зацветут, и опять придет их золотое время. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok